Привет всем! С вами Анатол Фабиан, и это мой первый выпуск, и назвать я его решил «Мои мысли». В нем я буду делиться своими мыслями на абсолютно любые темы, которые могут коснуться любого человека. Скажу вам сразу, я не навязываю свои точки зрения, мне не хотелось бы обидеть ваше мировоззрение, но я так думаю, что стоит с вами поделиться этим. Может кто-то одумается, изменится, а может кто-то обидится, как маленькое дитя. Итак, начнем. Я долго думал, с чего же начать свой первый выпуск и пришел к выводу, что надо открыть вам глаза на то, что происходит сейчас в мире. Я часто слышу, что люди говорят «Я христианин», «Я мусульманин», ну и так далее. Большинство даже не знает по сути того, чего они говорят. Да и мало того, они не знают, какую ответственность берут на себя. Недавно мне в социальные сети попала картинка, и я ахнул. После шел в магазин и тоже увидел нечто такое, что меня удивило. Я не говорю сейчас обо всех, я говорю только о тех, кого это коснется. Ты называешь себя православным? А ты думал, что это слово значит? Нет? Тогда я скажу тебе. Слово православное состоит из двух слов. Правильно и славить. Итак, правильно славящие люди, они не идут против своего же священного писания. В Библии четко сказано, не поклоняйся никаким изваяниям или рукотворным идамам, а сами поклоняются и молятся иконам. Также православные бьют на священные праздники, прикрываясь тем, что пей, но не упивайся вино. А знали ли вы, что вино в то время, когда ваш мессия ходил по земле, это был просто виноградный сок, а не вино, имеющее градус? Люди, прикрывающиеся этой фразой, пей, но не упивайся вино, в итоге напиваются и творят хуй-то ничто. Но самое печальное, так это вот это фото. Так, с православными все понятно. Господа мусульмане, я против вас ничего не имею, мне нравится мышление вашей веры. И что вы не сдаете своих детей в удобность, судя по статистике? Вам это огромный плюс, а остальным стоит задуматься об этом. Ну и у вас есть заблудшие люди, которые, прибиваясь исламом, творят такие вещи, которые противоречат вашей религии. Возьмем террористов, которые убивают людей из-за того, что они неправоверны. Ну а кто сейчас правый и верный? Я думаю, что нынче таких людей нет. И человек, который написал возле своего дома такое, я думаю, что он вообще неправый и даже неверный. Ни одна религия не проповедует убийство даже за мир. И насколько я осведомлен, то ни одна религия не говорит о том, чтобы ты проклинал. Господа католики, поговорим теперь и о вас. Сейчас у вас вроде бы все стабильно, вы не проводите больше крестовые походы, но и у вас есть весовые проблемы. Вы первыми начали умчать анаплод и брать, хотя ваш бог запрещает это. Вы первыми начали нести извращение в наш мир. Итак, подведем итоги. Прежде чем называть себя кем-то, подумай много раз, а сможешь ли ты вынести там? Второе. Я считаю, что вера это средство для управления людьми и заработками. Третье. Это то, что не каждый христианин христианин, да и не каждый мусульманин мусульманин. А теперь подумай сам, кто это. До новых встреч. С вами был Анатол Фабиан и это мои мысли. Субтитры сделал DimaTorzok